Всем привет! Думали ли вы когда-нибудь о том, сколько у вас дома дверей? Да и сколько дверей вообще кругом? В подъезде, в туалет, в ванную, на кухню, в прихожую. И все эти двери непременно должны открываться и закрываться. Открываются и закрываются. Открываются и закрываются. Особенно, если это дверь в туалет. Представляете, сколько дармовой энергии можно получить, если использовать вот эти вот открывания и закрывания? Вы скажете, да это давно уже известно, и многие умельцы приделывали туда редукторы, рычаги, передачи и всякие моторчики, чтобы выработать немножко электричества. Неужели так? Давайте рассмотрим вот такой вариант. К примеру, что если мы прицепим к двери вот такой вот фонарик Фарадея? Фу, скажет мой уважаемый зритель. Во-первых, он должен вот так вот долго дергаться. Во-вторых, он вырабатывает очень мало электричества и зажигает всего лишь один маленький светодиод. Да и конструкция у него достаточно сложна, чтобы с ней заморачиваться. А может можно упростить? Чтобы не тащить мне на мой кухонный стол, так как он у меня маленький, всю дверь целиком, давайте используем вот такой вот фрагментарный кусочек дерева, который будет изображать, скажем, вот это место или вот это место моей двери. И на нем мы произведем некоторые манипуляции. Я не собираюсь вытачивать из этого цельного куска дерева электромеханическую турбину или фонарик Фарадея. Все, что мне потребуется для того, чтобы создать мою конструкцию, это немного шурупов, вот такой вот кусок металла, можно дырчатого, можно без дырчатого, это маячок и главные два элемента. А вообще у меня элементов получается пять, смешно, прям как в фильме. Один из главных элементов это катушка с сердечником и второй главный элемент это вот такие парочка магнитов. Все это я собираюсь водрузить на эту деревяшку и сделать нечто. Как мы с вами уже договорились, мои уважаемые зрители, этот кусок дерева изображает кусок двери. Поэтому я к двери с помощью шурупов прикручиваю мою катушку. Если вам жалко портить вашу красивую дверь, конечно же, вы конструкцию можете сделать на золотых пластинах с помощью бронзовых шурупчиков и позолоченных катушечек. Но все это не меняет сути дела. Главное, чтобы вы попробовали сделать это точно так же, как делаю это я. Мы сделаем некоторый макет. Закрепить электрическую катушку с помощью двух шурупов не составило большого труда. Теперь давайте выполним колебательную часть нашей системы и построим колебатор. Подойдет любая железяка, я буду привинчивать вот такую. Для начала я ее закрепляю на двери любым образом и любыми шурупами. Просто привинчиваю так, чтобы она не отвалилась в процессе работы. От аккуратности зависит то, как будет выглядеть ваша система уже в готовом виде. Я прикрепил здесь и теперь буду крепить еще на парочку шурупов, чтобы система не развалилась от колебаний. При том, что вся моя система чудовищно проста, при этом она имеет даже регулировки. В данном случае с помощью двух шурупов я могу регулировать амплитуду колебаний и жесткость вот этой импровизированной пружины. Шуруп, находящийся вот здесь, отталкивает железку от деревяшки, а шуруп, находящийся здесь притягивает. Тем самым я могу регулировать зазор, ну а также амплитуду колебаний вот этой вот пластины. Ну и теперь остается на пластину водрузить магниты. Было бы хорошо, если бы вы использовали большие неодимные, красивые, посеребренные. Я буду использовать черные. Вот такие два магнитика. Я их размещу пока без всяких шурупов, потому что это не обязательно. Они своим, своей силой притяжения хорошо крепятся. И вот вы видите всю систему в сборе. Давайте посмотрим ее со всех сторон. Еще раз напомню, что брусок у нас изображает часть двери, поэтому работа нашей системы будет вот в таком положении. Когда дверь будет двигаться туда или сюда, наш магнит колеблется. Ну а все знают, что переменное магнитное поле, встречаясь с медной катушкой, вырабатывает в ней электрический ток. Ну а теперь давайте испытаем нашу энергосистему, для того, чтобы убедиться, насколько же она эффективна. Давайте смоделируем процесс, который будет происходить при открывании и закрывании двери. Я думаю, вы все смогли убедиться, что данная простая конструкция легко зажигает вот такое количество светодиодов. Это две 12-вольтовые матрицы. И, конечно же, вместо них может быть подключен выпрямитель, накопитель, да и все что угодно. А простота этой конструкции позволяет ее усовершенствовать сколь угодно много. Мы можем менять параметры катушки, изменять ее величину, изменять ее эффективность. Мы можем использовать вместо вот таких вот магнитов сильные неодимные магниты. И при этом наша конструкция будет только улучшаться. То, что у нас слишком громоздкий брусок, который имитирует лишь часть двери, это не должно вас вводить в заблуждение. Монтаж можно было произвести на самой тоненькой металлической плате или же приделы к металлической пластине, которая затем крепится на дверь. И в заключение хочу сказать, что вовсе не обязательно использовать дверь как источник колебаний. Посмотрите, с какой легкостью дергаются эти магниты и изменяют магнитное поле в этой катушке. Источником паразитных колебаний могут стать колебающийся пол, колебающийся стол, колебающийся стул, да и все, что угодно, где в процессе жизнедеятельности человека происходят какие-то вибрации. Все, что угодно, может выдавать вам огромное количество бесплатной электрической энергии. На этом все, ребята. Пока. Субтитры создавал DimaTorzok